Здравствуйте друзья! В своих обучающих видео я многократно показывал решение практических задач по автоматизации умного дома, основанное на шаблонах. Это очень мощный и гибкий инструмент, который позволяет создавать новые сущности, получать различные данные от существующих объектов, а также изменять и трансформировать их. Шаблоны можно очень широко применять в автоматизациях, и как триггеры, и как условия, и конечно же в действиях. Эта тема очень объемная и я честно говоря никак не мог решить с какой стороны за нее взяться. Но если не попробовать, то ничего и не получится. В этом уроке мы начнем с выражений, попробуем разобраться что это такое и как его можно применять. Все шаблоны из урока вы найдете в текстовом файле, ссылка в описании. В панели разработчика Home Assistant есть отличный инструмент для работы с шаблонами, который позволяет сразу увидеть готовый вывод и убедиться в том, что шаблон составлен правильно. Начнем. Выражения в шаблонах оформляются при помощи двух пар фигурных скобок. Сейчас тут ничего нет, поэтому шаблон выводит ошибку. Для примера выведем состояние какого-то объекта. States. Скажем сенсора температуры. В выводе увидим его значение 21,81 градуса Цельсия. У многих объектов кроме состояния есть еще различные атрибуты. Например уровень заряда батарейки. Сделаем шаблон для его получения. Конструкция тут похожа, только указываем что нам нужно значение атрибута. Затем какого именно объекта и какого атрибута. Шаблон теперь выводит значение температуры и уровня заряда. А теперь добавим шаблон текст, превратив получаемые цифры в осмысленную и понятную фразу. Ниже указано изменение какого объекта влияет на состояние этого шаблона. Кроме строчного выражения также может иметь бинарный вид. В этом шаблоне мы проверяем соответствие статуса условию. Объект в примере датчик движения. Условие для проверки включено. Если он не включен, то вывод равен false. Как только он включается, вывод равен true. Шаблоны позволяют производить различные операции. Начнем с математических. Для примера возьмем два сенсора мощности. У каждого свое значение. Суммируем их. Для этого объединим их в один шаблон. Поставим знак плюс. Но на выходе мы получили не сумму, а просто одно значение за другим. Система изначально воспринимает его как текст. Для того чтобы получить сумму, нужно указать, что это значение число. Заключаем его в скобки. И указываем тип данных float. Это цифровое значение с плавающей запятой. Вывод теперь пишет ошибку о том, что float не совместим с string строкой. Поэтому и второе выражение переводим в float. Что в итоге дает нам математическую сумму. Бывает, что в результате такого сложения получается число с множеством знаков после запятой. Их может быть и 5 и 7. Тогда на помощь придет оператор округления. В этом примере он округляет до одного знака после запятой. Снова 2. Изменения на лету. Если нам не нужны десятые доли, то можно прибегнуть к другому типу преобразования, целые числа. Этот формат совместим с плавающей запятой. Убираем округление. Меняем формат. На выходе у нас целое число. Еще один практический пример. Сенсор давления. Его вывод в гектопаскалях, а многим удобнее миллиметры ртутного столба. Сделаем преобразование. Берем скобки. Тип данных флот. Умножаем на коэффициент. Вывод в миллиметры ртутного столба, но с 7 знаками после запятой. Округлять мы уже умеем, приводим в более читабельный вид. Следующий тип операций сравнение. Создаем шаблон выражения. Проверяем равенство. Проверяем равенство. 10 равно 10. Вывод true. Меняем на 11. Вывод false. Теперь не равно. 10 не равно 11. И вывод true. 10 не равно 10. Вывод false. Далее оператор больше. Левая часть шаблона должна быть больше правой. Когда условие соблюдается, вывод true. Когда не соблюдается false. Больше или равно. В таком случае условие будет соблюдаться и тогда, когда обе части шаблона равны. Аналогично оператор меньше. И меньше или равно. Практический кейс. Возьмем сенсор атмосферного давления. Сейчас 752 мм ртутного столба. Укажем условие, которое получит статус true, если давление будет более 770 мм. Либо больше или равно. Для проверки поставим 750. Шаблон вернул true. Логика это операторы и, или и нет. Начнем с нет. Шаблон, который я уже показывал, он вернет true, если статус датчика движения будет включен. Логический оператор not вернет true на любой статус, кроме указанного, включенного. И только в случае соответствия, когда датчик сработает, он вернет false. Теперь рассмотрим оператор end. Возьмем, например, два шаблона, которые будут возвращать статус true, если указанный в них светильник будет включен. Скопируем. Объединим эти условия в одном шаблоне при помощи оператора end. Новый шаблон будет работать только если оба светильника включены. Если по отдельности, он будет возвращать статус false. А теперь применим логическое или. Теперь шаблон будет возвращать true на включение любого из светильников. Еще такую конструкцию удобно применять для сенсоров движения. Например, этот шаблон вернет статус true, в случае если хотя бы один датчик включится. И конечно все рассмотренные ранее варианты можно комбинировать. Например, вместо датчика движения поставить сенсор мощности. На практике, кто-то сел смотреть телевизор, датчики движения на него не реагируют, но есть потребление на розетке. Это можно применить для виртуального датчика присутствия. Отдельно стоит выделить шаблоны времени, у меня есть несколько уроков с их использованием. Текущее время, обновляется раз в минуту и отображается вот в таком формате. Преобразование в таймштамп, это Unix формат, количество секунд от 1 января 1970 года. Удобно использовать для математических операций. Преобразование в формат часы, минуты и секунды. Дата месяц и год отброшены. Такое преобразование может пригодиться для сравнения с объектами ввода времени. Вот например пара таких. Один установлен на 8 утра, второй на 20.45 вечера. Применение показанного формата позволит сделать шаблон сравнения текущего времени с установленным. При применении в автоматизациях, это дает возможность легко менять время работы в интерфейсе. Еще несколько полезных шаблонов. Дата 14 число День недели, где понедельник это 0, пятница 4 Номер недели в году 41 неделя Номер месяца И год Еще можно привести несколько десятков различных примеров, но задача этого урока в другом. Рассказать про сам принцип работы шаблонов. Надо понимать, что expressions это по большому счету основа для templates, а вся логика создается на базе statements, это переменные, циклы, проверки и подстановки. Если эта тема вам интересна, ставьте лайк этому видео и напишите комментарий, хочу продолжения. Я тогда буду понимать стоит ли мне продолжать. И конечно же пишите свои идеи и пожелания, которые можно реализовать на базе шаблонов, самые интересные тоже попадут в урок. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, ссылку на текстовый файл с конструкциями из урока вы найдете в описании. Там же есть ссылка и на мой телеграм канал, буду рад если вы присоединитесь к нему. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok